Я работаю охотоведом департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий. Наша задача заключается в охране биотехнических мероприятий. У нас охота разрешается на барана Маркопула, на сибирского козерога, на косулю и скопытных. Из этих, то что иностранцы приезжают, отстреливают, от тех денег, которые они платят государству, фирма, из них 35% уходят в местные бюджеты. То есть, где отстрелялись, мы ставим точку GPS, и там у них на карте видно, чей айлюкмет, к какому местному аилу на маймаку относятся это место. И этому аилу сразу перечислять в конце охоты 35% от добытого животного, то, что они внесли за это животное. Остальное у нас остается государству, лесоверстве. За счет этих средств у нас тоже идет финансирование биотехнических мероприятий, зимний учет, весенний учет, а также охрана охотугодий. Например, до прошлого года у нас была другая ставка. На барана платилось 450 тысяч, на козерога 70 тысяч было. А вот с прошлого года, с ноября месяца, уже тарифы изменились. Государство, они платят, чтобы отстрелить барана, 700 тысяч сумок. А на козла 100 тысяч. Ну как он? Из этих средств, например, из барана, на барана 700 тысяч платят, да? И из этих 700 тысяч 35% идет, вот, я раньше сказал вам, бюджет, местный бюджет, а где он, этот, этот баран. А скажите, ну как вам кажется, вот эта вот такая вот стратегия, она увеличивает численность диких животных? Я думаю, да, потому что в иностранной охоте не каждый, а иностранцы добывают у нас только старых трофеев. У них, чтобы были рога побольше, а как это, по исследованиям, старые, они уже, это, не производители. Все равно они вот стареют, или становятся добычами волков, или умирают, как-то так, да? Из-за этого, из... Ну если бы там, если бы они стреляли самок, все подряд, тогда можно было, да? А так у нас только же на самцов идет, на старых, на старых рогачей больших. Большое спасибо вам за интервью, будем показывать вот в Казахстане, потому что мы еще далеко отстаем от Кыргызстана, от Кыргызии, вот поэтому будем надеяться, что со временем и наше природоохранное законодательство будет похожим таким же справедливым для местной общины, для охотпользователей, для животного мира. Вот, большое спасибо за интервью.